Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику в самом низу вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, где на ежедневной основе мы публикуем большое количество аналитического контента. Поскольку сегодня понедельник, я традиционно проведу стрим по той теме, которую выберете вы. В течение сегодняшнего дня на нашем канале мы проведем голосование, вам будет предложено несколько тем на выборы, соответственно, та, которая наберет наибольшее количество голосов, будет центральной в ходе сегодняшнего обсуждения. Но лично мне бы хотелось поговорить о перспективах евро и американской валюты на фоне того, что мы уже, в принципе, ознакомились с обновленной позицией Европейского центрального банка на прошлой неделе. И эта неделя центральное событие будет заседание ФРС. Соответственно, взвесив итоги и выводы ЕЦБ и американского регулятора, можно будет поработать с так называемой контрастностью монетарных политик и на основании этого уже построить какие-то инвесты идеи. Поэтому, если, разумеется, вы захотите также обсудить эту тему так же сильно, как и я, мы уделим сегодня ЕЦБ особое внимание. Ну что ж, давайте к основным финансовым инструментам. Неделя обещает быть очень интересной, потому что, как я уже отметил, мы все с нетерпением ждем итоги двухдневного заседания американского регулятора. В среду они будут подведены. Сейчас в моменте индекс доллара котируется на отметке 92.84 и точно можно сказать, что событие предстоящего заседания ФРС точно раскачает волатильность по доллару и задаст дальнейший вектор для движения американской валюты. Пожалуй, ключевой вопрос, основной вопрос со стороны трейдеров и участников рынка, что будет делать ФРС с текущими экономическими стимулами. И все прекрасно понимают, что прежде чем американский регулятор позволит себе отказаться от низких процентных ставок, нужно сначала будет скорректировать программу количественного смягчения. То есть первое решение ФРС, они будут упираться в постепенный отказ от стимулирования посредством сокращения объемов программы QE. На данный момент, на сегодняшний день, американский регулятор продолжает покупать облигации на 120 миллиардов долларов в месяц. Это, конечно же, много. И трейдеры хотят узнать, когда именно ФРС будет срезать эти объемы и в каких пропорциях. Я сразу хочу сказать, друзья, что текущее заседание ФРС вряд ли станет тем самым, когда рынок озарит конкретика от ФРС, что наконец-таки принято официальное, признанное решение о том, что программу количественного смягчения нужно сдувать. Я почему делаю такой вывод? Потому что чиновники ФРС уже ранее много раз нам говорили, отмечали, что меньше всего, чего хотят, это повторение ситуации 2013 года, когда неожиданный отказ экономических стимулов спровоцировал панические настроения, ралли на рынке казначейских облигаций и обвал американского фондового рынка. Не нужно сейчас это, конечно же, Джерому Паулу. Поэтому, если взять за основу риторику Паула о последних заседаниях, прежде чем решение об отказе экономических стимулов будет принято, нас ФРС заранее, очень сильно, заранее подготовит к этим изменениям. Ну, под сильно заранее я допускаю и подразумеваю, что прежде чем, опять же, будет принято фактическое решение, о нем мы узнаем примерно за два или даже три заседания ФРС. Поскольку сегодня мы подходим к текущему заседанию, которое начнется фактически завтра, без уверенности в том, что какие-то коррективы будут приняты, я думаю, что до фактических решений очень далеко. Поэтому, на мой взгляд, главный итог, который мы сделаем в среду, так это то, что ФРС склонен дальше проводить мягкую экономическую политику. И есть железобетонные основания, аргументы для того, чтобы ФРС не сворачивалась в пути экономического стимулирования, они сейчас полностью упираются в макроэкономический фон. Первичные заявки на пособие по безработице в прошлой неделе рост на 51 тысячи, то есть фактически на 20 процентов с 368 до 419. Индекс активности в сфере услуг спад 64,6 до 59,8. Да и в целом ситуация с ковидом, где фиксируется случаи роста количества заболевших дельта вариантом коронавируса, есть уже и в США. И не хочется, конечно же, раздувать из-за этого проблему формата того, что мы видели в 2020 году, но все-таки тему с ковидом сейчас не стоит недооценивать. Не нужно паниковать, не нужно бросаться сейчас во все, что имеет отношение к защите. Нужно просто понимать, что сам факт того, что ковид не отступает, это причина, по которой темпы экономического роста и восстановления будут не такими динамичными, как хотелось бы. Все это будет отмечено в ходе пресс-конференции уже на этой неделе, то есть риски ковидного характера сохраняются, макроэкономическая статистика лучше, конечно же, сейчас, чем была годом ранее, ну и понятно, но ФРС по-прежнему далек еще от целевых ожиданий, как по инфляции, так и по рынку труда. Поэтому, на мой взгляд, текущее заседание лучше расценивать как фактор для снижения курса американского доллара. И моя скромная, субъективная цель, что эту неделю по индексу бакса мы закроем поближе к 92 пунктам. Дальше идем. Золото. 1806 долларов за трость пунктов. Здесь я рекомендую смотреть вверх и поглядывать на доходности американских трежер, из которых снижаются 1,26% сейчас. При сохранении такой динамики, в чем я не сомневаюсь, золото будет получать дополнительную поддержку. Цели на эту неделю из-за того, что фундаментальный фонд насыщен, 1825. Долгосрочная цель выше 1850. По остальным финансовым активам евро-доллар 1.1778. Цель прежняя, пока что 1.17. И я думаю, что мы ее сможем добить, потому что по-прежнему индекс рыночных настроений указывает на то, что евро может показать еще небольшой ход вниз. И оставлю, опять же, для того, чтобы привлечь ваше внимание, что мне хотелось бы обсудить про перспективы евро и доллара именно на сегодняшний стрим. То есть, если вам интересно разобраться, почему все-таки евро сейчас локально вниз, локально, недолгосрочно, приглашаю вас, опять же, на сегодняшний эфир. Фунт пока что не трогаю. Другие финансовые активы. Доллар канадец 1.2572. Здесь короткая позиция сохраняется, потому что я верю в дальнейшее восстановление рынка нефти. Ройничные продажи по Канаде минус 2.1%, прогноз был минус 3. Здесь, наверное, выбирать меньше зло приходится, но все-таки отрицательная статистика, точнее, данные по рознице с минусом, это все-таки плохие цифры, поэтому я бы сейчас не стал говорить о хороших макроэкономических данных. Но в то же время я прекрасно понимаю, что дальнейший рост цен на нефть легко может вытащить канадца куда угодно. Цели 1.24 ниже также остаются. Американский фондовый рынок здесь еще раз не могу не поздравить тех, кто досидел вместе со мной до 15 тысяч понтов, сейчас еще выше. За последние более чем 6 месяцев, когда мы стали активно покупать американский фондовый рынок, он подрос больше, чем на 20%. Друзья, это прекрасная сделка, надеюсь, вы провели ее вместе со мной, видели развитие трендовой динамики и были согласны с моими аргументами, что экономическое стимулирование позволит фонде американской вот пухнуть, как на дрожжах. СНП мы еще не добили до цели, но я думаю, что победа будет и там, и довольно скоро. 4389 пунктов, цель 4500. И рынок нефти 72.99, новостной фонд в принципе не изменился. С одной стороны, ковидные риски, ожидание того, что спрос будет снижаться, с другой стороны, все-таки подтвержденные факторы в виде индикаторов экономической активности, что рост продолжается, пусть не динамичный, но экономика растет, мировая. Это предполагает более высокие объемы потребления. Еще и последнее решение стран ОПЕК+, которые по-прежнему будут сдерживать рост нефтедобычи, и максимум, чего добавят на рынок до конца года, это 2 миллиона, которые, как вы помните, ранее мы характеризовали как недостаточный объем, чтобы сместить фокус внимания с дефицита нефти на, например, сверхопроизводство. Я предлагаю сделку Байстоп с отметки 73.60. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии и недели. Всем пока!